Давайте добавим в этот проект мигание еще одним светодиодом, который у нас остался, четвертый светодиод, с использованием таймера. Для этого сначала таймер надо инициализировать. Для решения данной задачи мы воспользуемся простым таймером Team6, таймером общего назначения контроллера. Сейчас посмотрим. Вот наша структурная схема, и вот здесь есть всякие таймеры, Team1, Team2, Team4, Team5. И вот они, Team6, Team7, это самые простые таймеры, которые мы сегодня будем с вами использовать. Мы будем использовать Team6. Обращаю внимание, что находится на шине APB1, и здесь у нас частота 36 МГц на данной шине. Собственно, это надо запомнить и в дальнейшем учесть. Так, давайте писать код. Начнем с инициализации таймера. Давайте, чтобы не забыть, как в прошлый раз вызвать пункт инициализации, мы все-таки ее сначала здесь вызовем, а потом объявим. I need Team6. И давайте напишем код. Тоже будет void. I need Team6. первое что нужно сделать включить тактирование как и с любым другим устройством которое у нас данном контроллере нет места быть у нас шина по b1 как вы только что выяснили b1 nr регистр значит надо использовать и здесь также будет давайте через cmc через автодополнение посмотрим так cc b 1 cc 1 почему-то не подсвечивает b1 nr team 6 е вот есть бит такой мы даже референс мануал с вами не открывали ну и теперь настройки таймера для того чтобы настроить таймер все-таки залезем референс мануал и посмотрим что у него там есть с регистрами по конфигурации здесь есть глава регистры то есть базовые таймеры team 6 и team 7 и вот есть их регистры давайте начнем с регистров таких как например прескейлер где-то здесь были вот он psc то есть мы сейчас будем настраивать частоту тактирования данного таймера вот есть регистр psc настройка прескейлера мы сюда должны записать число какое-то на которое будет делиться тактовая частота там у нас тактовая частота максимально 36 мегагерц на этой шине но у нас сейчас вообще контроллер работает на 8 мегагерц мы с вами системы тактирования никак не настраивали куба и д е е е тоже не настраивает если вы не используете графический там хал халовский этот куб mx для настройки систем тактирования чтобы не тратить на это много времени я воспользуюсь готовой наработкой для этого самого для настройки я взял ее из cms совского проекта на так нет это не то никуда я хотел сейчас скажу сейчас покажу есть проект в кейле и кейл сам принципе уже инициирует систему тактирования то есть у него там все это сделано автоматически и до вызова функции main которая тишная наша main вот эта вот функция до вызова этой функции но вызывается системы нет функции которую настраивает систему тактирования я оттуда просто взял содрал вот эту функцию убрал всякие лишние дефайны и данная функция данном случае настраивает частоту на максимально возможный там 72 мегагерц у нас здесь вот собственно мы ее сюда вставим вызовем перед минициализацией всего и будем пользоваться и нет целка клок нет мог то есть мы сейчас здесь настраиваются всякие папчи источники там выбираются внешний кварц и так далее и тому подобное аналогичная функция на gt есть для 103 контроллера для платочки нуклео я вам там тоже подготовил можете оттуда брать готовую функцию и у вас будет тоже вашем 103 контроллере тоже будет системная частота но там по моему 64 мегагерца максимум можно получить потому что на плате нуклео производители пожадничали и не запаяли кварц и там кварц кварц внешне есть только на часы 32 768 килогерц поэтому чтобы получить системную частоту вам придется использовать внутренний ашесай генератор на 8 мегагерц и там система построена так что ну там 72 мегагерца вы никак не получите из этого внутреннего поэтому там настройка идет на 64 мегагерца байпас это когда у тебя есть внешний генератор который стоит снаружи а у нас там его нету на плате но надо смотреть может быть с программатора можно туда завести тактирование но там место где должен быть кварц оно не запаяно там стоит пустота поэтому чтобы ничего не трогать особо не заморачиваться мы будем работать от внутреннего кварца там на той плате у вас задачи в лабах они не требуют высокой точности частоты поэтому этого будет достаточно так систему тактирования мы здесь настроили под подробно вникать подробности и настройки мы не будем давайте настраивать таймер и так пресс кейлер первое что мы настраиваем давайте я сделаю 6 и с и записываем сюда значение определить и давайте запишем 36000 минус 1 чему минус 1 потому что он прибавляет плюс здесь так в принципе нам схема больше не нужна я ее закрою чтобы она не мешалась то есть здесь у нас делитель получается делит частоту на значение в этом регистре плюс 1 но почему плюс 1 потому что если запишу 0 то частоту на ноль делить проблематично вот поэтому производители сделали так сразу так делитель настроили то есть у нас теперь будет работать на частоте там один килогерц наш контроль дальше следующий регистр а ра авто релоат регистр это то значение до которого будет считается наш таймер пишем тим 6 равно пусть будет там тысяча минус 1 будет считать до 1000 и дальше нужно включить таймер и разрешить по нему прерывание мы же прерывание сегодня начали изучать Так, чтобы включить таймер и настроить прерывания, идем в регистр CR1, Team6 CR1, вот он, и здесь есть следующие биты, есть бит CounterEnable, вот его, собственно, и надо выставить в единицу. Бит CEN. Так, ну давайте все-таки, прежде чем он включится, все-таки разрешим прерывание сначала. Потом будем его включать. Для разрешения прерывания есть такой регистр DDIER, вот он. Он разрешает прерывание по DMA или просто по его переполнению. Давайте вот разрешим, то есть выставим флаг UIKER в единичку в данном регистре, чтобы у нас каждый раз, как таймер переполняется, генерировалось прерывание и вызывалась наша функция, которая, собственно, отвечает за это прерывание. Итак, пишем Team6. Так, D, этот регистр, Team, C, I, E, R, U, I, E. Update Interrupt Enable. То есть каждый раз, как таймер обновляется, разрешается прерывание. В принципе, настройка таймера на этом завершена. Нам теперь надо настроить систему NVIC на то, чтобы она разрешила прерывание по таймеру. NVIC, NVIC Enable RQ. A, Team6, RQ, N. И также давайте выставим приоритет, но чуть пониже, чем у кнопки. В принципе, мы никак сейчас приоритеты смотреть не будем, мы это глазами никак не увидим, но пусть он будет ниже, чем NVIC. И set Priority. Пусть будет здесь первый приоритет. То есть где-то мы здесь настраивали кнопку. Выше настраивали. Сейчас. Вот у нас здесь был нулевой приоритет, а здесь у таймера у нас первый приоритет. Ну и все, собственно говоря. Теперь осталось нам добавить сюда функцию обработки прерывания по этому таймеру. Лезем опять в файл, который ассемблерный, с вашим любимым языком программирования. И ищем здесь все, что связано с Team6. Вот у нас есть вектор прерывания, то есть название функции, соответствующие вектору прерывания по шестому таймеру. Копируем, вставляем куда-нибудь, не важно, пусть будет здесь. И теперь здесь давайте четвертый светодиодик. Мы с вами лет 4 своп сделаем, чтобы замигал четвертый светодиод. И нужно сбросить флаг прерывания по таймеру тоже. Так же, как мы сбрасывали флаг прерывания по кнопке, с таймером та же самая история. Вот у нас есть регистр SR, в котором выставляется update interrupt flag. И мы должны сюда записать нолик, чтобы его сбросить. То есть там мы писали единичку, а здесь достаточно записать ноль. Давайте это сделаем. Team6. SR Сант равно тильда Team SR Что-то я здесь не то написал. Сейчас, секунду. Team. А, UEF. Компилируем и пробуем зашить. Так, у нас тут остались мигать светодиоды, которые были до этого. Сейчас я скажу. То есть, во-первых, они стали мигать быстрее. Я думаю, вы догадываетесь, почему. Потому что у нас частота системная стала гораздо выше. Ну и, собственно, наш оранжевый светодиод сюда добавился. Давайте попробуем убрать вообще все из цикла while. То есть сделаем пустой цикл while. Все это дело перекомпилируем. И прошьем. И видим, что у нас сейчас цикл while пустой, а светодиод мигает. То есть вот как работает таймер. Собственно говоря, на этом у нас все. Сейчас, секунду. Продолжение следует.